привет маленькие и не маленькие танкиста я играю вот blitz уже более пяти лет у меня прокачаны все ветки есть почти все премиумные коллекционные танки я не предлагаю вам для набора подписчиков золото танков пропусков и прочее все равно те кто вам ничего вам не дадут однако про игру blitz я могу много интересного вам показать и рассказать подписывайтесь на мой канал учитесь побеждать в период санкций для того чтобы сохранить свои видеофайлы мне пришлось открыть канал на яндекс дзен лучше бы вам тоже на всякий случай на него подписаться набор два товарища в нем два картонных танка су-130 pm lt 432 эти две картонные коробки я до сих пор не купил и не собираюсь покупать после восьмого уровня игроки стараются выходить в бой на тяжелых танках это видно по сетапам средние танки еще танкуют башнями а вот су-130 pm lt 432 эти картонные коробки пробиваются легко фугасами на них иногда достаточно одного снаряда можете посмотреть про них рекламные видео world of tanks blitz есть свои герои те кто одним выстрелом решает судьбу боя о никнеймах которых слагают легенды и ты можешь стать одним из них когда ты поймешь что достоин гораздо большего приходи за премиум пт сау восьмого уровня су-130 pm сперва будет непривычно но придет момент и ты станешь настоящим охотником бронебойным снарядом выпущенным в боеуклавку противника твоим рабочим инструментом станет 130-миллиметровое орудие она точная как хирургическое лезвие с хорошим пробитием наносит ощутимый урон силам противника су-130 pm органично сливается с окружающей средой низкий силуэт и хорошая маскировка убирают его с радаров противника в этом поможет легендарный камуфляж шрам он не только эффективно скроет машину от посторонних глаз но и поменяет название в бдс ау в бою скорость машины составляет 50 километров в час это больше чем у конкурентов пт всегда появляется там где ее не ждут высокая скорость уравновешена тонкой броней поэтому чаще перемещайся между укрытиями так будет выглядеть твоя позиция а так ее увидит противник это не игрушка для развлечения чтобы затащить бой нужно знать особенности поведения снарядов и предвидеть следующий шаг противника следим учитываем особенности поведения рассчитываем траекторию наносим удар скрываемся пользуемся скоростным преимуществом и меняем позицию помни о главных целях легких танках уничтожая их в первую очередь затем концентрируй внимание на особенно скилловых игроках они противники с повышенным приоритетом ты можешь легко отличить их по атрибутам рейтинговых боев победа остается делом техники хочешь стать непобедимым играй в паре с другой су-130 pm главное постоянно менять позицию и вести огонь по противнику с разных сторон выстрел по засветившемуся противнику еще один от совзводного и контрольные в боеукладку и так будет с каждым если уничтожены все союзники кроме вас с напарником то переходите в режим максимальной маскировки один засвечивает противников из укрытия второй наносит по ним дары как только ваши позиции раскрыты делайте рокировку и удивляйте соперников очередным выстрелом благодаря скорости су-130 pm эту тактику можно повторять бесконечно су-130 pm теперь ты решаешь кто отправится в ангар лт-432 это конечно неплохой легкий танк но пробитие у бронебойного снаряда всего 175 миллиметров сейчас у многих особенно у тяжелых танков увеличили толщину брони орудия имеют пробитие более 220 миллиметров так что броню в лоб тяжелым танком он уже пробивает с трудом по броне он картон скорость конечно отличная но во время перестрелки лучше быть на среднем танке часто у них башни отбивают снаряды кому нужен плохо пробивающий броню танк лично мне нет все опыты выполнены дипломированными безумцами не повторять ангарных условиях опасно для танкиста взрывать давить крушить на обожаю все ради науки сегодня я проведу особенный эксперимент я уроню мауса на вафлю и т-54 посмотрим что будет поехали и вафля в трепезги хоть барбекю на ней готов очередь т-54 такой результат будет на этот раз маус полетел и терверка не вижу странно похоже т-54 не взорвался а сплющился вот это то лишняя броня отвалилась скорость увеличилась получился легкий танк назовем его назовем его танкус лайтус мультифигуриц или сокращенно лт-432 давайте проверим эту летающую тарелку в бою машина выглядит большой но 70 километров в час набирает бодро лечу светит разъезд несмотря на размер лт-432 противник его не видит вот что значит низкий корпус время протестировать пушку альфа 280 единиц пробой 175 миллиметров почти 1930 единиц урона в минуту она меня однозначно радует подведу итог эксперимента падение мауса может спровоцировать у подопытного квазимолекулярное сжатие броневых металлов и привести к появлению нового вида легких танков лт-432 испортит бой противнику даже находясь в конце списка тянет на научное открытие открываем штамповочный цех и запускаем производство лт-432 стань испытателем нового танка подписывайся на канал и удачи в бою как ты еще не подписался на канал жми эту кнопку и до встречи в следующем выпуске хотите каждую неделю получать награды за прохождение прогресса клана тогда вступайте в кланы где это будет возможно выполните только одно условие вы должны активно играть и будете получать все награды надеюсь видео было вам полезным пока маленькие и немаленькие танкиста а